Значит, Boolean, да, вот ты сказал, сочетание, вычитание одного объекта из другого. Это все очень деструктивный метод, которым никто не пользуется практически, но мода, поскольку это очень хорошая программа, в нем есть такой инструментарий, который называется MeshFusion. Это вот пример как раз вот этого Boolean, да, инструментария, только сделан очень круто, сделан в реальном времени, и он на выходе дает хорошую сетку. Сейчас попробую показать, что это из себя представляет. Для этого сейчас вот я создам парочку объектов. Сделаем, допустим, кубик. С такими вот сечениями, чтобы он был, такой вот кубик. Теперь сделаем еще один цилиндр. Пускай будет вот такой вот. Что-то он не получился. Такой вот цилиндр. И какую-нибудь еще сферу. Вот так. Вот, собственно, у нас есть три объекта. И теперь мы можем сделать такую вот штуку, как объединение, либо вычитание нескольких этих элементов. Делается следующим образом. Ну вот тут, правда, значит, здесь у нас есть вкладка Fusion. Насколько я знаю, там просто с каждой новой версии они немножко допиливали, но поскольку у меня одиннадцатая, у вас десятая, я не думаю, что там будет разница принципиальная. То есть все должно выглядеть плюс-минус так же самое. Что, собственно, у нас здесь есть? Мы можем сделать здесь вот у нас кнопка New Fusion with Selected Meshes. То есть мы выбрали, перешли в режим Item, пятерочка, да, вот, или вот эта вот кнопка, чтобы у нас вот так вот выделялись объекты. Выбираем кубик и нажимаем здесь New Fusion. Вот здесь New Fusion with Selected Meshes. Вот, у нас появился вот такой объект, выделенный белым цветом. Этот объект выделился зеленым. Теперь мы можем делать такие конструкции. Допустим, берем вот эту сферу, пододвигаем ее, ну вот, чтобы она перекрывала наш кубик. Опять-таки в режиме айтемов, да, вот так вот. Вот, теперь делаем такую комбинацию. Зажимаем левую кнопку мыши на сфере, не отпуская, перетягиваем на кубик. И у нас появляется вот такая менюшка. И здесь вот нам нужно найти, вот здесь внизу, Fusion, Apply. И в зависимости от того, какую операцию мы хотим сделать, либо пересечение, либо вырезание сферы из кубика, либо объединение двух объектов. Вот я, Subtraction, это вырезание сферы. То есть мы вот применяем такую штуку, и смотрите, что у нас получается. У нас вот этот, те объекты, которые вычитают, красятся в оранжевый, розовый цвет. Те, которые в плюс, красятся в зеленый. И у нас вот получается, эта сфера вырезалась из кубика, но самая магия здесь в другом. В режиме Item, то есть пятерки, мы можем выделить эту сферу. Она не просто так сделана здесь прозрачной. Можем ее двигать, и все это дело в реальном времени у нас вычитается. То есть таким образом получается у нас тот же самый подход, который используется в кадовских программах, которые все так любят, инженеры, на которые ругаются, что его нету в полигонах, а он уже есть, потому что есть такой классный инструментарий. И таким образом мы можем сделать довольно клевую сетку. И вот если посмотреть, включить вайрфрейм F4, можно увидеть топологию, как она тут будет выглядеть. То есть тут она в режиме реального времени вот так вот дорисовывается. Сейчас она может выглядеть не очень красиво, тут куча треугольников, и кажется, на выходе будет месиво какое-то. Но это не совсем так, потому что она здесь показывается в треугольниках для скорости отображения. Когда мы сделаем финальную сетку, у нас будет аккуратная. Сейчас я это продемонстрирую. Во-первых, мы можем настраивать плотность отдельных объектов, то есть они автоматически, да, вот срабатывает сглаживание на них вот по табу, да, для финальной модели. Мы можем где-то здесь вот в Surface, наверное, или где-то Fusion найти, да, вот демош Fusion. Здесь мы можем поменять количество subdives, то есть вот, да, если нам нужна плотность сетки у кубика этого больше, мы можем здесь увеличить плотность. Точно так же мы можем сделать с этой сферой, да, если нам нужно уменьшить плотность этой сетки, мы можем это тоже сделать. И еще крутая здесь есть фишка, здесь алгоритм обрабатывает еще и фаски сами. То есть это нам нужно найти в этом меню Fusion Strips, вот тут просто у меня разрешение экрана сейчас небольшое, я типа сворачиваю, вот Fusion Strips. Здесь есть кнопка Update Strip Items, мы нажимаем ее, и у нас появляется теперь вот это место пересечения двух этих объектов, это вот линия, если я на нее навожу, а тут плохо видно, но там она подсвечивается синим цветом. Вот, я могу ее выделить, и здесь фактически задать размер этой фаски прямо вот в миллиметрах, да, мы можем тут сделать 20 миллиметров, чтобы у нас была фаска, или там 4 сантиметра, да. Вот, у нас дорисовывается аккуратная фаска в этом месте, мы можем даже чуть-чуть изменить ее профиль, вот по умолчанию здесь круглый профиль, но мы можем сделать, если 0 будет острый, если 100 будет, ну, такой же круглый, короче, 50. Ну, там оно чуть-чуть, конечно, меняет ее, но не суть дела. Вот. Мы можем даже поменять количество делений в этих стрипс где-то. Здесь у нас ширина. Пока не вижу. Ну, ладно. Не важно. И, допустим, мы еще применим вот что-нибудь с цилиндром. То же самое. Пододвинем его куда-нибудь сюда. Сделаем ту же комбинацию. Apply subtraction. Теперь то же самое. Update strip items. У нас добавилось еще одно вычитание, да. Появился теперь, появилась вот эта фаска. Ей мы тоже можем задать профиль, там, 40 миллиметров. Смотрим, вот, если выключить сетку, у нас хорошо показывается вся модель, которая вот получается, да, на выходе. И, допустим, она нас устраивает. Мы хотим получить финальную сетку этого элемента. Для этого заходим, значит, выбираем этот Fusion item, вот здесь белый. И нам нужно найти, вот здесь, в самом низу, у нас есть duplicate. Не, во-первых, нам нужно сделать, вот, в вкладке Fusion Mesh, выбрать здесь airtight final, без, ну, просто нужно вот выбрать вот этот параметр. И нажимаем обычно вот duplicate and convert, то есть мы клонируем это дело, чтобы у нас осталась возможность отредактировать потом это все дело и сделать отдельный Fusion item mesh. Вот, сделали, нажимаем Create. И теперь вот мы можем посмотреть, вот у нас создался отдельный элемент геометрии, да, и как выглядит его топология. Здесь, конечно, вот оно может показаться, что здесь не совсем аккуратно, да, вот, допустим, вот такие не очень ровные зачленения, там, да, вот здесь тоже как-то это все не совсем аккуратно. Но при этом все, вот эта топология, которую мы получили, она вполне хорошо работает под сглаживание через Tab, да, чего никогда не случается, если мы работаем с Boolean алгоритмом, да. И, в принципе, вот эта топология, ну, она требует редактирования, да, минимального, чтобы было более аккуратно. Но при этом все, мы можем довольно быстро получать качественные результаты, вот с красивыми фасками по такому алгоритму, как вот используют инженеры, да. То есть, есть у нас вот такой инструментарий хороший, я его использовал, могу сейчас показать на примере одного заказа, который в начале года этого я делал. меня попросили отрендерить, значит, такой вот механизм. У нас тут в сумах делают так называемый гранулятор. Вот, надо было сделать эту модель и показать ее в разрезе, да. То есть, вот здесь все вот эти красные элементы, я, по сути, разрезал каждый элемент модели вот этим вот инструментом, да, может, Fusion. И у меня получилась такая вот, как инженерная, по большому счету, модель. Но я делал ее полигонами, вот именно таким способом, который я показываю. И другим бы способом, другим алгоритмом было бы очень сложно сделать такую модель в разрезе, чтобы она оказалась аккуратной в результате, с аккуратной сеткой. Так что, вот, эта штука вполне себе рабочая. В работе используется тоже очень часто.